Сейчас очень многие инвесторы во всем мире смотрят на Китай. Китай один из лидеров мировой экономики, и поэтому, конечно же, инвестиции туда могут приносить очень даже хорошую прибыль. Поэтому в Китай в любом случае интересно инвестировать, и для российского инвестора также. Естественно, прежде всего на интересной диверсификации, прежде всего региональной, потому что сейчас мы довольно сильно ограничены в выборе возможностей. И это дополнительная, с одной стороны, регион, с другой стороны, дополнительная площадка. Это даже не то, чтобы что-то совершенно новое, но это просто полномерные усилия по расширению до максимально возможного уровня списка и спектра не только инструментов инвестиционных, доступных для российских инвесторов, но и разных каналов и площадок, которые доступны. Многие инвесторы ищут, в какой же валюте возможно хранить свои сбережения, и гонконгский доллар – это один из вариантов. А чтобы эти сбережения были более интересными, то люди как раз смотрят на иностранные бумаги именно в азиатском регионе. Сейчас вот первый этап – это 12 компаний, это 12 крупнейших компаний наиболее интересных, которые, как мы считаем, это и крупнейший производитель свинины, это и крупнейший Sony Optical, крупнейший разработчик оптических приборов для смартфонов оптика, и для всех оптических фотоаппаратов и так далее. Это и Tencent, и GD.com, и Alibaba. Дальше мы будем просто эту линейку расширять, и к концу года намерены довести до 50 компаний, но и дальше там уже посмотрим по мере необходимости, будем расширять и больше. Я думаю, что тут все броки будут только за это сотни, минимум десятки, а в идеале сотни различных наименований. То есть, в принципе, если все будет хорошо опять же, то за год это, я думаю, может вылиться просто в полный, в тот же самый список, который доступен всем на гонконгской бирже, вот тот же самый список будет доступен и здесь. Главное, просто иметь в виду, что она самой бирже, поскольку она заточена больше под институционалов, нежели под физиков, есть минимальный фиксированный размер комиссии, один доллар. Сама вся комиссия там небольшая, там 0,13, перерывовой сбор, 0,13%, но просто торговать 10-долларовыми такими-то лотами неинтересно. Поэтому сама биржа СОБ пытается уложить лоты в диапазон от 100 долларов до 300 долларов, таким образом, чтобы вот эта комиссия, минимальная комиссия 1 доллар, гонконгский доллар, не была какой-то существенно критичной. Но из этого следует, что, в принципе, нужно планировать сделки либо какие-то долгосрочные, либо лотами по 20 тысяч рублей и больше. Тогда это будет, в общем, сравнительно небольшой комиссией. Это уже зависит непосредственно конкретно от отдельных брокеров, потому что технологически СПВ биржи уже готовы подключать брокеров, и у нас уже несколько брокеров работают, соответственно, и предоставляют доступ к своим клиентам. Мы надеемся, что в течение там, ну, где-то лета, да, до конца лета, начала осени основная масса брокеров, опять же, кто желает, у кого стратегия развития соответствует, тот подключится и будет, собственно, предоставлять клиентам этот доступ. С точки зрения инфраструктуры у нас, в общем, выстроена очень, опять же, очень надежная цепочка, которая прекрасно себя оправдывает, уже оттестирована полностью. Так что с этой точки зрения риски минимальны. Риск, наверное, такой же, как и при торговле вообще на бирже СПБ, да, то есть мы помним о том, что биржа СПБ не раскрывает всю цепочку депозитариев, где она хранила, и вот заявляли о том, что это один надежный депозитарий, который идет через Америку, но мы потом выяснили, что, оказывается, хранили они в Евроклире, и вообще пять депозитариев они использовали также и здесь. То есть они не раскрывают цепочку, по крайней мере, кастодиан хранения они не заявляют. Но мы через брокеров посмотрели эту цепочку, там есть крупный американский банк, и здесь риск, наверное, такой же, что если будут санкции от Америки, то биржи СПБ, неважно, что это Гонконг, а не американские акции, то, скорее всего, заморожены будут они аналогичным образом. То есть риск, наверное, такой же, как просто торговля через СПБ биржу. Ну и, наверное, диаполитический риск, то, что может случиться какая-то история между Китаем и Тайвайном. Наверное, вот два таких риска. Есть другие риски, связанные с тем, что именно торгуется в Гонконге, потому что это не совсем китайские компании. Мы покупаем там акции компаний, владеющие, собственно, компанией. То есть купить акцию на Гонконгской бирже здесь, в России, это далеко не то же самое, что купить акцию российского эмитента тоже здесь, в России, в стране, в НРД. То есть тут более длинная цепочка потенциально делает и, собственно говоря, права более уязвимыми. Редактор субтитров А.Семкин